Дело Глухарь. Шесть лет назад прямо у подъезда своего дома был застрелен криминальный авторитет Бурятии Владимир Власко, более известный под кличкой Хохол. С ним же был убит и его водитель. Отмечу, убийство произошло на Цивилева, 33, рядом с хостелом, где был застрелен накануне иркутский адвокат Дмитрий Васьков. Спустя два года дело Хохла было приостановлено, а киллер до сих пор не найден. Заказное убийство на Барсоево. В феврале 2014 года в центре Улан-Удэ возле здания БДЦ был застрелен бывший заместитель главного судебного пристава Бурятия Александр Ренчинов. По данным следствия, по пути в офис Акино-Ключевского угольного разреза, где Ренчинов работал в то время, к нему подошел неизвестный и выстрелил в спину, затем скрылся во дворах. Вскоре были арестованы организаторы и исполнители преступления. Ими оказались брат жены убитого и бомж. Мотивом преступления стал вопрос наследства. В этом же году в поселке Каменск Кабанского района был убит 50-летний предприниматель и депутат поселкового совета Станислав Попов. Его застрелили в самый разгар рабочего дня на улице в собственной машине возле кафе «Чайка», владельцем которого и был погибший. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день. Им оказался 32-летний местный житель и постоянный клиент кафе «Чайка». Причиной столь жестокой агрессии стали старые обиды. В декабре 2015 года во время драки был убит сын экс-главы Тункинского района Андрея Самаринова. Ночью в одном из кафе «Села Кырен» молодые люди отмечали рождение ребенка. Затем в питейное заведение пришли еще трое мужчин. Между компаниями произошла ссора, затем драка, в результате чего двое молодых людей погибли от ножевых ранений. Что касается последнего события, произошедшего в Улан-Удэ, накануне Железнодорожный районный суд принял решение заключить под стражу на два месяца 44-летнего Михаила Степанова, обвиняемого в громком убийстве иркутского адвоката. Напомню, 27 сентября 35-летний Дмитрий Васьков был застрелен во дворе хостела по адресу Цивилева, 9. По словам подозреваемого, конфликт произошел из-за разногласий в ходе совместной деятельности, а также на почве личных неприязненных отношений. Наталья Домбаева, Первая альтернативная. Первая альтернативная.